Муты приличное количество. Выход с минами. Второй грейт заказан, второй грейт заказан, да, но... Готов, готов встречать этот выход Фестес. Распличивает, вы посмотрите какой сплит. И сейчас миды мимо угарят, но не очень хорошо. Вся пехота полегла, и мута, конечно. Мута делает своё дело. ГГ, 2-0. Ждём третью игру. Что, Ион Сум? Карта, на которой очень тяжело Терну защищать свою вторую базу. Ну и третью тяжело. Ждём, что будет. Пока Фестес верен себе, но не только верен себе, а он ещё и умудряется, играя в такую довольно жёсткую халяву, отбивать все попытки Дэвила. Его убить, всю агрессию более чем успешно. И нужно что-то делать, чтобы переломить ход матча. Но пока Дэвилу это, к сожалению, не удаётся. К сожалению, естественно, для Дэвила. К счастью, для Фестес. Ну, я как Терен, понятное дело, немножечко, немножечко болею за Терена, но мне... Я уже много раз говорил об этом, и не устаю повторять. Мне очень нравится, как Фестес играет зергом. Удивительно гибко это у него получается. Всё успевает. Очень хорошо читает игру, всё делает вовремя, более чем вовремя. Такое впечатление, что человек абсолютно не волнуется во время своих игр. Ну, тем временем, снова 14 ЦЦ от Дэвила. И ранняя хата до пула от Фестеса. Тот же барак, тот же газ. Та же безгазовая игра. От Зерга и тот же билд от Терена. Очередные собачки. Ну, собачки опять, скорее всего, наткнутся на бункер, в котором есть немножечко пехоты. Ой, КСМ-ка села в бункер, вылезла. Начинает контролировать карту зерг. В принципе, это обычное дело. Так, на шестой минуте она уже полностью практически под контролем зерга. Обе зелнаги. Третья стоит. В этот раз не в линеечку, на этой карте в треугольничек. Но это не суть. Добавляется Фэктори. Опять немножечко с запозданием. Опять газа было больше, чем нужно. Немножко запаздывает Артем. Все стандартно. Перелет, гелионы. Где там они красивые? Да, вот они. Ну, опять же, интересен состав. Ага, быстрая третья. Хорошо. Не получилось так. Попробуем с быстрой третьей. Лаба на бараке. Сразу стимпак. Бараков пока больше нету. Неоткуда им взяться. В этот раз Фезли совершенно не спешит с рычеварным. Совершенно не спешит с газом. Только сейчас он добавляется. Ну и Артем совершенно не спешит со зданиями. Немножечко перекачан на него мейн. Выезжают гелионы. Обнаруживают третью. Третья уже полностью раскачана. Более чем. Немножечко Артем пытается это исправить. Но тут, конечно... Пять гелионов, один потерян. Двенадцать рабочих уничтожено в этот раз. Это значительно больше, чем восемь в прошлый раз. Заезжают на натурал. Тут можно тоже немножечко... А, это уже мейн, кстати. Надо же. Какая скорость. Успеть пожечь немножечко на мейне. Ну и так, двадцать два уже. Двадцать два это... Все-таки сумма. Все-таки число. Ну и на натурале, да. Нельзя его забывать. Тут, конечно, гелионов осталось всего два. Не выдерживает кесли, срывает рабов. Последний гелион. Готовится погибнуть. Да, так и есть. Погибает. Ну что, двадцать восемь рабочих. Разменено шесть гелионов. Огромное количество бараков. Артём. Когда я говорю огромное, я имею ввиду девять. Делаются грейды. Ломается камни. Ну и мута уже. Мута и бейлинги. От фесты за четвёртая хата. Причём надо что-то делать, потому что если играем БО-5, то это последняя игра. Если играем БО-7, то, конечно, ещё можно как-то подстраиваться. Но что-то мне подсказывает, что речь всё-таки идёт про БО-5, а значит... А значит, нужно активизироваться. Ждём дропов. Ждём разводов. Ждём каких-то серьёзных действий. Пока ничего этого нету. Переводятся рабочие. Всё равно, несмотря на то, что Артём нажёг приличное количество рабов, всё равно зерк по рабам впереди. 74-64, то есть экономика лучше. Сейчас четвёртая заработает, и это преимущество будет ещё серьёзней. Выход пехоты с медиваком. Как там с бейлингами? Бейлингов пока нету. Вот только чуть-чуть. Небольшая кучка. В принципе, можно будет размикрить. Да-да-да-да-да-да, тут будет очень трудно хорошо подраться, даже на божественном микре, даже на сплите. Очень тяжело будет таким-то образом победить этих рачей под прикрытием муталисков. Мина закапывается. Благоразумно, благоразумно отступает. Фестас не хочет полностью размениваться. Ну и дотекание должно быть очень приличным. Один сморпехов в заказе, ещё и мина в заказе. Миллионов не хватает, и плюс два. Плюс два уже есть. Заказывается. Не забывает заказывать гриды, и в этот раз ДМЦ. Ну и что, дроп мы ждём. Дроп на четвёртую, дроп на третью. Куда? Или всё-таки нет? Копят своего Артёма деньги. Ну, они все будут сливаться в армию. Лимит 121 против 150. И снова Саплай блок. Снова надо это исправлять. Обязательно заказывать Саплай, и мута отправляется в полёт каким-то образом попытаться. Помешать, и тут чуть не спалились медиваки. Спалились медиваки, вы посмотрите, два медивака спалилась. Вовремя-вовремя эвакуируются морпехи, медиваки не потеряны, всё нормально. Всё хорошо. Как приличная группировка, так и осталась на Зелнаге. В центре карты встречаются игроки. Смотрите, уже очередная хата стоит у Зерга. Занимает он карту. 180 лимита у Фестеза. Мины божественные взорвались, но они унесли с собой ещё кучу морпехов. И разваливается Артём, конечно. Ещё взрыв мин, но всё равно лимита 178. 170 вортик после 114. 173 против 124. Очень тяжело сражаться, очень тяжело сражаться. На рампе мины сейчас будут закопаны. Отбивается Артём с двух сторон. Атакует Зерг. И, признаться, Зерг сильнее здесь. Постоянное дотекание. GG. Я согласен, что 74 на 64 для тиранов вполне нормально. Да, то есть Артём сравнял экономику, но там четвёртая нычка уже вставала. И было понятно, что не успеть. А там уже и пятая встала. Так что... Так что Зерг опять доминировал. Так, ну что, интересно будет ли четвёртая игра. Всё-таки мы играем в Best of 7 или в Best of 5. Надо спросить, наверное. Это самое простое. Ну, в общем-то, сейчас всё узнаем. Пока 3-0. Ну, тогда всё. Тогда заканчиваем. Мы поздравляем Фестлеза с победой в турнире TFC 25. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо большое. Заходите к нам ещё. Будем очень рады видеть вас на турнире TFC 26. Ну, а я прощаюсь с вами. Играйте в StarCraft и выигрывайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok